Дорогие друзья, здравствуйте! 28 мая у нас на календаре. Портал Prean.ru и его главный редактор Филипп Березин. Начинаем очередной вебинар о зарубежной недвижимости и о тех возможностях, которые она открывает. Весной. Получается, наверное, это завершающий наш вебинар в весенней части 2020 года. Тема сегодня очень понятная, хотя немного необычная. Говорить будем о недвижимости Мальты. Собственно, ничего необычного на первый взгляд в этом нет. Мальта такая же страна, как и все другие. Но с нашими коллегами из компании Migrant Invest мы уже третий раз за последние полтора месяца возвращаемся к теме вот этого небольшого, затерянного в Средиземном море острова. И предыдущие два раза как-то больше говорили не о недвижимости, а в первую очередь о программах ВНЖ, ПМЖ, гражданство, которые на Мальте, собственно говоря, очень популярны. И внимание к этому острову привлекают. А вот сегодня мы поговорим немножечко о другом, потому что тем переезда мы так или иначе коснемся. Но поговорим о том, в какой степени Мальта может быть интересна именно своей недвижимостью. Что это за рынок, как он развивается, тем более по некоторым параметрам, именно мальтийский рынок в последние годы идет впереди Европы всей. Себя я уже представил, представлю наших экспертов сегодня. Виктория Танасова, руководитель офиса на Мальте компании Migrant Invest. Виктория, здравствуйте, проверяем связь. Здравствуйте. Здравствуйте, прозвучало прекрасно, связь работает замечательно. И Олег Якулев, это эксперт по мальтийской недвижимости Migrant Invest. Олег, рад вас приветствовать. Добрый день. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте, гости. РОСАА с иммигрантского, точнее, с иммигрантинвестовского. Несколько слов о вашей компании. Виктория, пожалуйста. Да, рада еще раз всех приветствовать. Спасибо, Филипп. Хотелось бы снова рассказать несколько слов. У нас действительно уже не первый вебинар. Наверное, вы уже знаете многое о нашей компании, или, по крайней мере, частично, да, то, что мы рассказывали. Ну, действительно, мы юридическая, иммигрантинвест, юридическая компания, которая работает с 2006 года. Мы помогаем семьям состоятельных людей получить второе гражданство или вид на жительство за инвестиции. Мы лицензированный агент многих, всех действующих программ, да, и вы их видите сейчас на слайде. Это и гражданство, и вид на жительство Евросоюза, Мальта, Кипр, Португалия, и гражданство карибских стран. Это Гренада, Сент-Китс и Невис, Антюга-Барбуда, Сент-Люсия, Доминика, и ряд других стран, такие как Вануату, Молдова. Наши офисы расположены в нескольких странах мира. У нас в штате работают и юристы, адвокаты, а также и сертифицированные агенты по недвижимости, и фасилити менеджмент. И, конечно, благодаря тому, что у нас есть возможность присутствия нашего в разных странах мира и разные специалисты, нам это дает возможность сопровождать вас, ну, действительно, буквально за руку, что называется, от самого первого момента и до получения гражданства или вид на жительство, или каких-то решений дальнейших, последующих вопросов, возврата инвестиций, да, смотря что за программа. У нас работает единственный в отрасли compliance manager. Он сертифицирован в Международной ассоциации специалистов по противодействию легализации доходов. Я каждый раз говорю, что по программам Мальты это действительно очень актуальная тема, поскольку и гражданство, и ПМЖ являются неким стандартом в этой сфере, и важно еще до подписания договора проверить, да, все риски, которые могут возникнуть, это принадлежность к политически значимым лицам, источники доходов, публичную репутацию, и, ну, только благодаря этому можно снизить риск отказа, и он у нас составляет всего 1%. Ну и, конечно же, у нас есть свой департамент по работе с недвижимостью, и сегодня это будет как никогда актуально. Что касается Мальты, у нас хороший опыт подбора мальтийской недвижимости, и, в общем-то, Олег сегодня вам расскажет много очень разных интересных тонкостей вместе со мной. Ну что ж, Олег, давайте тогда начинаете рассказывать. Я буду задавать вопросы. Коллеги, уважаемые зрители, если есть вопросы, уже задавайте. Если они возникнут по ходу беседы, пожалуйста, отвечаем оперативно. Если на какие-то вопросы ответить не успеем, обязательно ответим в материале, который, как я уже сказал, через пару дней выйдет. Итак, Олег, ну давайте в двух словах, что собой представляет недвижимость Мальты, насколько он большой, маленький, дорогой, недорогой, базовые параметры. Ну, здравствуйте еще раз. Я бы предложил, наверное, начать этот вопрос и эту историю, немножко возвращаясь в историю самой Мальты. То есть мы возвращаемся в 2013 год. В 2013 году произошло то, что сменилось правительство в стране и выиграла оппозиционная партия, которая партия труда, и которая приняла решение двигаться абсолютно в другом направлении. Они решили, что нам одного солнца с морем будет недостаточно. В связи с этим начали разрабатывать новые программы, новые структуры для привлечения инвестиций за границ. Один из ключевых аспектов произошел, в принципе, самые большие изменения произошли в 2014-2015 году, потому что правительству нужно было время подготовиться. И с 2015 года государство снизило налоговое обложение во всех отраслях практически. И помимо всего этого, сделало довольно большой спектр различных программ, предложений для людей приезжать сюда, инвестировать, покупать недвижимость для лета, для отдыха и так далее. На Мальте очень популярно обучение английского языка. Это является одним из таких топовых направлений, если смотреть по бюджету и по качеству. Помимо всего этого, наши все программы, которые мы знаем, о которых мы слышим и так далее. И помимо всего этого, что очень-очень интересно, это сам спектр недвижимости и инвестиций в них. Что интересно? Интересно то, что за счет изменения власти в 2015 году мы столкнулись с тем, что на Мальте было большое недостаточности, очень много не хватало жилья. То есть был большой спрос, и мы не могли предложить то количество недвижимости, которое было необходимо. В связи с этим началось большое строительство объектов по всей, в принципе, зоне и территории Мальта. В связи с этим, в принципе, и пошел вот этот рост, активный рост недвижимости, цен и спроса на нее. Это продолжается до сегодняшнего дня. Несмотря на все изменения, которые у нас есть на сегодняшний день, тем не менее, это пользуется очень большим спросом. И рынок на сегодняшний день предлагает большой спектр недвижимости. Что очень-очень интересно, то что остров сам по себе очень имитирован. То есть если мы смотрим на саму Мальту, то есть мы говорим в целом, да, вот у нас есть слайд Мальта. В целом мы говорим на 32 километра на 16, то есть это довольно, для некоторых стран это маленький городок, но для нас это целая страна, но с очень большим потенциалом. И самое интересное заключается в том, что очень имитировано количество строительства на Мальте в плане земли. За счет этого цены постоянно растут, и мы не наблюдаем абсолютно никаких изменений в этом, несмотря ни на какие ситуации. Это нам показывает исторический факт, это нам показывает все события, которые происходили на период времени, и также сегодняшняя ситуация, которая всем хорошо известна. Хорошо. Давайте несколько таких общих, грубых, таких, может быть, масштабных мазков. Если мы говорим о недвижимости Мальта с ценовой точки зрения. Мальта дорогая, Мальта дорогое место или недорогое? Здесь я хотел бы разделить немножко понятие недвижимости Мальта на два спектра. То есть это вся недвижимость Мальты, которая существует, и так называемые проекты SDA. Проекты SDA, чтобы было понятно, о чем идет речь, мы говорим о специальных зонах, которые были выделены государству по строительству, скажем так, на уровень выше и по качеству, и по комфорту недвижимости жилых комплексов на Мальте, которые, в принципе, находятся во всех частях острова. То есть человек каждый может выбрать, что ему больше подходит и что ему более интересно. И вот это очень самый главный спектр, чтобы понимать недвижимость Мальты и конкретно вот эти зоны SDA, так называемые. Я думаю, что мы о них вернемся и поговорим еще не раз. Если, в общем, смотреть по ценовой категории, цены на Мальте порядок выше, чем в других странах, это факт. Но, тем не менее, если смотреть конкретно процентуальные вложения и возвраты по инвестициям, они очень привлекательны и очень интересны. Ну, то есть, давайте так, самый бюджетный вариант, который можно приобрести, вот то, что в других странах, ну, в любой стране есть недвижимость, которая можно было бы назвать недорогой. Вот это сколько? Это десятки, сотни тысяч евро. И что это может быть за места и за объект? Ну, несмотря на то, что Мальта очень маленькая, она очень разнится и ценами, и качеством их жизни. И если, опять же, мы возвращаемся к острову целиком, если мы смотрим, самое-самое популярное направление это будет центральный регион и это будет северный регион. Центральный регион популярен тем, что мы говорим о конкретно такой бизнес-хаб, то есть это та локация, где большинство людей работает, большинство людей отдыхает, закупки, покупки, все остальное. И северный регион это та зона, которая более зеленая для нас и которая интересна тем, что у нас там, наконец-то, встречаются песочные пляжи, которых так не хватает в нашей стране. Если смотреть, да, извиняюсь, если смотреть по ценам, значит, в принципе, стартовые какие-то цены, о которых мы можем говорить, за квартиру с двумя спальнями, мы будем говорить где-то в районе от 160 тысяч, это самые такие бюджетные варианты, которые можно приобрести. Если мы говорим вообще о структуре, Мальта, ну, действительно, остров небольшой, но все-таки это не целиком город. Есть город, есть пригороды, что называется. Вот мальтийская недвижимость, это городская недвижимость, ну, по крайней мере, с точки зрения покупателя, что более интересно. Или это какие-то сельские домики, или это квартиры в многоэтажках и так далее? Как правило, если мы смотрим центральный район, это будет квартира в многоэтажках, именно так, потому что Мальта столкнулась с тем, что количество земли очень ограничено, и единственный выход для нее был идти вверх, то есть строительство дополнительных этажей, либо снос зданий, строительство новых уже корпусов, которые будут на порядок выше, чем то, что было до этого. То есть центральный регион, это, как правило, будет исключительно многоэтажки. Если мы уходим немножко за пределы центрального региона, можно встретить и частные дома, и виллы. Если мы смотрим северный регион, это микс. И что интересно в северном регионе, это то, что есть зоны, где находятся только виллы, и в них строительство запрещено, ничего кроме вилл. Если мы смотрим другие, скажем так, зоны самой земли, то там есть и многоэтажки, и жилые комплексы, и квартиры, и дома, то есть полный спектр, что можно только придумать. С точки зрения привлекательности, вы сказали, в последние несколько лет строительство на Мальте ведется активными темпами. Что можно сказать о вторичном рынке недвижимости, если мы говорим не о тех объектах, которые только что были возведены, и по тем или иным причинам меняют хозяина, а об объектах, скажем, 5, 7, 15, 20, может быть, 50-летней давности. Насколько такой рынок велик, и насколько он может быть интересен, на ваш взгляд, в принципе? Ну, если мы смотрим общую картину, то на сегодняшний день за счет того, что до Мальту зашло очень большое количество иностранных компаний, которые отсюда работают, есть, помимо всего этого, есть также и колл-центры, и банковский сектор, и так далее, которые именно оперируются с Мальтой, он, в принципе, и поглотил те варианты недвижимости, которые начали строительство в 15-16-17-х годах. На сегодняшний день, в принципе, если мы смотрим, то рынок предлагает хороший спектр недвижимости в целом, и это будет такой, очень такой широкий вариант всего, что мы можем предложить, то есть на любой вкус и цвет. Если мы говорим про недвижимость такую довольно старую, как правило, эта недвижимость интересна тем, что она уходит под снос и строительство новых корпусов, новых зданий и так далее. Скажите, ну тогда, на ваш взгляд, Олег, для чего вообще надо покупать недвижимость на Мальте? Не будем касаться темы ВНЖ и гражданства, потому что, ну, чуть позже мы о них все равно волей-неволей поговорим, но тем не менее, вот портрет покупателя, вот люди, которые покупают, купил просто для того, чтобы, ну, просто без этого никак там гражданство не получить, или все-таки есть какая-то, какие-то или, какие-то но? Нет, помимо гражданства есть очень большое количество людей, которые инвестируют в страну, которые покупают недвижимость для различных целей, есть количество людей, которые приобретают недвижимость, потому что она стабильно дорожает, есть количество людей, которые покупают недвижимость, которые ее сдают в аренду, То есть это тоже очень-очень привлекательно. За счет этого у нас есть и рост самой цены недвижимости на протяжении многих лет. И по мнению всего этого можно еще зарабатывать довольно хорошую инстинктуальную ставку именно на аренде самой недвижимости. Также очень-очень любят покупать для того, чтобы проводить весь лето, для того, чтобы дети сюда приезжали учить английский. И для отдыха для Мальта, тем не менее, остается, несмотря на весь бизнес, несмотря на всю привлекательность этой структуры, она все равно остается туристическим хабом, куда небольшое количество людей приезжает отдыхать каждое лето. Окей, ну и давайте еще тогда обращу внимание на один слайд, который я хотел бы попросил вас прокомментировать. Ну, 60 сделок, наверное, опять же в масштабах Москвы, Петербурга, да или, я уж не говорю, там, да любой крупный город взять. Конечно, это, наверное, не так уж и много. Но, тем не менее, и вот меня больше даже заинтересовала цифра, ну, падение сделок, падение составило примерно 30%, получается, ну, в результате всем понятных событий последних месяцев. Но сейчас, ну, рынок, по вашим ощущениям, восстанавливается, да, то есть активность определенная есть. Определенно, Мальта возвращается абсолютно в нормальное русло, и с каждым днем мы ощущаем это все больше и больше. Что касаемо сделок, здесь нужно очень сильно подметить определенный момент о том, что в стране Мальта на постоянной основе проживает в районе 450 тысяч человек, ну, приблизительно, да, то есть и сама страна, она тоже по размерам, она у нас очень довольно так лимитирована, то есть для такой страны, как Мальта, эти цифры, на самом деле, они что-то невероятное. 60 сделок – это то, что происходило каждый день у нас до последних событий. После этого, понятное дело, что была такая небольшая задержка, потому что люди хотели узнать, что происходит, и какое нас будущее ждет. Но Мальта опять порадовала тем, что, несмотря на все ситуации в мире, все ситуации в Европе, Мальта выходит из этого всегда первой, всегда с самыми меньшими потерями. И за счет этого мы успешно возвращаемся к тем же показателям, которые у нас были в нормальное время. И буквально, буквально вот где-то через пару недель, может быть, через месяц мы уже полностью вернемся в нормальное русло. И тогда, ну, последний вопрос в этой части, Олег. Вот из числа этих сделок какая доля примерно иностранных? То есть насколько иностранцы здесь активны или, по большому счету, внутренний рынок? Здесь, если смотреть общую структуру и общую статистику, мы будем смотреть где-то, конкретно по инвестициям по покупке недвижимости, это будет где-то 60 на 40 приблизительные цифры. 60% – это будет местный, и 40% – это будет иностранные инвестиции. За счет того, что мальтийцы очень любят тоже вкладывать в свою землю свою недвижимость и сдавать ее успешно в аренду, либо просто переждать какой-то период времени и перепродать ее уже с прибыли. Окей. Ну, смотрите, так или иначе, то, о чем я говорил в самом начале, то, о чем, ну, Виктория, мы с вами тогда общались, говорили на предыдущих вебинарах, все равно интерес к Мальте как к направлению иммиграционному, он может даже выше, чем, ну, собственно, именно к рынку недвижимости страны. Думаю, что мои коллеги сейчас опубликуют в чате ссылку на, скажем, наш предыдущий с вами вебинар, посвященный Мальте именно как иммиграционному направлению, но все равно от этого никуда не уйти. Поэтому давайте в двух словах напомним историю, связанную с решением гражданства Мальты и как гражданство завязано на недвижимости. Ну, да, то есть мы знаем, что купить недвижимость, это купить или арендовать недвижимость, это одно из условий для оформления гражданства или ПМЖ и ВНЖ Мальты. Начнем с гражданства. Общая сумма инвестиций действительно составляет от 800 тысяч евро. Сам невозвратный сбор 650 тысяч плюс за основного заявителя, плюс за членов семьи от 25 до 50 тысяч, да, в зависимости от возраста. Второе условие – это покупка ценных бумаг и это возвратная инвестиция. И третье условие – это уже покупка или аренда недвижимости, да, и вот здесь мы, конечно, становимся поподробнее. Арендовать недвижимость надо от 16 тысяч евро, а купить – от 350 тысяч. И что хотелось бы здесь сказать, на нашей практике мы действительно можем наблюдать такую очень интересную тенденцию, что клиенты, раньше узнавая о том, что можно выбрать один из альтернативных вариантов, в принципе, даже не задумывались, что ему делать, да, как поступать. Они выбирали вариант аренды, так как не хотели заморачиваться, да, сталкиваться с процессом покупки, потом еще и продажи квартиры, в принципе, не сталкивались, может быть, там, как-то с какими-то преимуществами покупки. Ну, и, в общем-то, для него это был более простой способ. Но последний, ну, вот, наверное, с 2019 года мы видим немножечко обратную тенденцию, либо это те люди, которые приезжают потом и что-то решают для себя приобрести, либо люди сейчас сразу знакомятся с этой страной поподробнее, когда у них есть такая возможность. И вот хотелось бы остановиться на нашем кейсе, который произошел недавно, достаточно интересный. Наш клиент оформлял гражданство Мальты, его семья состоялась с четырех человек, это двое супругов и двое детей. Они частично проживают в Австрии, частично в России. Младший сын учится в России, старший сын и супруга, и сам инвестор больше проводят времени в Австрии. Был вопрос, какой статус оформить, поскольку, как мы знаем, чтобы поддерживать вид на жительство в Австрии, надо проживать больше 183 дней, да, и когда весь бизнес и все источники доходов находятся в России, это, конечно, не всегда удобно. Идеальным вариантом здесь было оформление гражданства, и по его субъективным причинам ему больше нравилась Мальта, и, в принципе, она дешевле, чем Кипр, да. В общем-то, мы остановились на гражданстве Мальты. И вот весной этого года мы получили одобрение. После одобрения, надо сказать, как раз-таки клиент поступил так, как я сказала, он решил удаленно, еще будучи в Москве, арендовать квартиру, выполнил все остальные условия. Единственное, что у нас оставалось, это подтвердить связь со страной, приехать на Мальту на несколько дней, чтобы выполнить вот этот вот критерий связи, связи со своей будущей страной гражданства. У нас было достаточно много свободного времени, поэтому, конечно же, мы его потратили на то, чтобы рассказать о стране больше, и мы решили как раз-таки показать те объекты недвижимости, которые есть, потому что у него уже есть загородный дом в Италии, в некоторых других странах, поэтому, в принципе, когда он приехал на Мальту, вот как Олег сказал, что сейчас многое, что строится, действительно, то есть все вопросы, которые нам все задают, это что за стройка такая, что здесь бесконечно постоянно строится, людям интересно посмотреть. Поэтому мы сразу поехали посмотреть именно строящиеся объекты, готовые объекты этому клиенту были неинтересны, поскольку у него уже, во-первых, был договор аренды, во-вторых, уже есть любимые, скажем так, виллы и загородные дома, и мы решили остановиться на строящихся каких-то объектах на Мальте. Основные два проекта – это были те, которые заканчивают строительство спустя несколько месяцев и спустя 4 года. И вот вы видите как раз второй вариант, тот, который не построен, он планируется к завершению в 2024 году. Чем он привлекателен и чем он зацепил нашего клиента? Своей локацией, своими пока все еще низкими ценами. Что касается локации, он находится, скажем так, в технологическом будущем парке Мальты, который уже сейчас застраивается и коммерческими объектами, и жилой недвижимостью, и другими проектами. Там есть образовательные, медицинские в будущем. То есть локация достаточно привлекательная. Это, наверное, один из самых привлекательных проектов на сегодняшний день на Мальте. Стоимость квартир там начиналась в 2017 году, когда только его выпустили на рынок от 266 тысяч евро. Тогда еще даже не было разрешения. Разрешение было получено в 2019 году, и цены сразу, конечно же, поднялись на 10%. Через полгода они возросли еще на 10%. И как раз-таки ориентировочно за 320 тысяч вот у нас клиент приобрел квартиру, но не одну, а сразу 8. Почему опять же такой интерес? Если мы посмотрим на график выплат по покупке... По-моему, это следующий у нас слайд. Сейчас найдем его. Вот он. Да. График взноса платежей при покупке достаточно гибкий, и он растянут на многие года. То есть 10%... Первые 10 тысяч, я извиняюсь, первые 10 тысяч оплачиваются для бронирования квартиры. Их нужно было оплатить сразу. Я здесь делаю оговорку, что квартиры с видом на море оставалось вот на тот момент, когда мы смотрели в марте, их было меньше 10, и все 8, это абсолютная правда, он их приобрел, соответственно, оплатил на данном этапе, да, сразу же на следующий день, 80 тысяч евро для бронирования этих квартир. В ближайшее время надо подписать предварительный договор купли-продажи и оплатить 10%. Вторые 10% через 6 месяцев после подписания предварительного договора купли-продажи. И третий 10% уже оплачиваются достаточно нескоро, на этапе готовности дома, это 2023 год, и в 2024 на завершении, на этапе завершения строительства, когда уже, соответственно, будет сдана сама квартира. Поэтому плюс здесь в том, что платежи разбиты, да, и нет необходимости сразу вносить какую-то большую сумму. И, конечно же, у него свои планы на то, чтобы оставить частично часть квартир себе, часть квартир продать на этапе еще там третьем, например, или четвертом, и это тоже плюс. То есть многие рассматривают это как инвестицию не до конца, да, а можно выйти из проекта в любой момент. Виктория, давайте просто, да, во-первых, в каком месте этот объект? Он находится немножко южнее. Давайте посмотрим. Давайте. Если откроем карту, где у нас наша карта, вот она. Он находится чуть южнее центрального региона, то есть это не сам юг, но скажем так. На западном побережье? На западном, нет, на восточном. На восточном. На восточном, на восточном. Окей. И давайте все-таки тогда один момент скажем важным. Вот здесь я вижу цену, написано цена от 280, апартаменты с видом на море от 320. Все-таки напомните, пожалуйста, если мы говорим о покупке недвижимости под гражданство, каким ценовым критерием недвижимость должна удовлетворять? На гражданство должна удовлетворять 300 от 350 тысяч евро, да, и это должен быть готовый апартамент, готовая квартира, чтобы она могла быть, скажем так, зафиксирована как адрес, да, инвестор. А на стадии строительства невозможно? На стадии строительства, да, квартира для цели гражданства не принимается, даже если, например, она там стоит 350 тысяч. Поэтому здесь как раз-таки интерес был не в том, чтобы приобрести для гражданства, да, то есть вот он арендовал, как я сказала, можно арендовать. Это уже некая дополнительная инвестиция, как интерес на мальте, то есть потому что для гражданства надо выбрать и на ПМЖ готовую квартиру, к сожалению или к счастью. Окей. Ну, то есть еще разочек, от 350 это вот в таких, в развитых? Да. Да, окей. А в таких, в менее развитых? Вы имеете в виду о регионах? Да, 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 да. То есть, ну, как бы, например, от 350, они, насколько я понимаю, различия же существуют в зависимости от регионов. Да, конечно, ну, в менее развитых, вот, в принципе, как Олег сказал, от 160, ну, там, от 200 тысяч уже хорошие квартиры начинаются. Окей. Этот объект как раз-таки входит в один из проектов SDA, да, зоны, территория специального назначения, которым государство всегда уделяет на Мальте особое внимание, под особым контролем, всегда это развитая инфраструктура, то есть там интересные планировки с точки зрения бассейнов наличия и так далее. Поэтому, конечно же, в основном выбирают все вот эти вот пресловутые… Маленький, коротенький вопрос, Олег, наверное, к вам. Все-таки, если мы говорим про SDA, вот мы про SDA подробнее еще поговорим. Но вот точно такой же объект, условно говоря, вне зоны SDA стоил бы дороже? Такого проекта нет в зоне SDA. Да, здесь главное подметить то, что, во-первых, те проекты, которые находятся в зоне SDA и на данный момент находится в стадии либо подтверждения планов, либо уже строительства, они, во-первых, гораздо дешевле, чем те, которые уже готовы, или те, которые уже гораздо ближе к тому, чтобы быть готовыми. Это раз. И два, то, что такого уровня квартиры и такого уровня здания, их не существует не в SDA. То есть, как правило, те квартиры, которые у нас идут просто квартиры на Мальце, они гораздо проще. Они гораздо проще и такие топовые локации с видом на море, с первой линией, это вот нам нужно смотреть центральный регион, либо северный регион частично. Но таких квартир, на самом деле, очень мало, и те квартиры, которые существуют, уже гораздо дороже по цене. Поэтому, если мы смотрим SDA, в принципе, это вот цена, там, в 295-300 тысяч, это вот будет стартовая цена, и дальше там уже идет... Окей. Ара, спросите, София, вопросы ваши видим, ответим непременно в ближайшее время. А я могу, извините, перебить, рассказать как раз-таки про расходы вот в процессе... Давайте про расходы, по-моему, где-то даже был на этот счет слайд. Вот. Это проездение, этот слайд, да, показываем его. Это, ну, это готовые квартиры, наверное, чуть позже можно... Хорошо, тогда давайте сделаем вот так, чтобы нас увидели вот так. Ну, давайте. Я бы хотела сказать буквально пару слов по расходам в процессе покупки строящейся недвижимости. Помимо того, что оплата разбита, да, вот как вы видели, поэтапно, кроме этого возникает расход на оплату налога, называется он гербовый сбор, 5%, 1%, из которого оплачивается на этапе подписания предварительного договора купли-продажи, а 4% платится в самом конце, да, то есть при подписании финального договора, если вы до этого времени, там, да, будете ждать. Вот эти 5% и, как правило, 1,5-2%, не больше 2% это сопровождение сделки нотариусом от стоимости квартиры. То есть, в принципе, 6,5% это все расходы, которые возникают. Окей, хорошо. Давайте тогда перейдем к следующей истории, если мы говорим о постоянном виде нажительства. Как его связи с недвижимостью, что мы про недвижимость тогда вообще говорим? Да, постоянный вид нажительства дает инвестору право получить карту ПМЖ Мальты, которая выдается на 5 лет, да, не 1-2 года, как, например, там в Португалии, сразу на 5 лет. При этом у вас есть право беспрепятственно путешествовать по странам Шенгена, пребывать там до 90 дней в полгода, постоянно проживать на Мальте, но при этом, чтобы поддерживать этот статус, обязательно, да, проживать на Мальте не требуется, как это вот в других странах, да, от 183 дней. В этом преимущество этой программы. Что касается суммы, то, да, мы здесь пишем от 250 тысяч. Что она в себя включает? Это административный сбор, невозвратный, всего лишь 30 тысяч евро. Дальше цены бумаги, 250 тысяч, которые возвратные через 5 лет, да, можно инвестировать либо в государственные облигации, либо там в акции компаний. И также купить или арендовать недвижимость. И если мы покупаем, то квартиру можно продать через 5 лет. Какие здесь стартовые цены? От 270 тысяч – покупка квартиры, от 12 тысяч – аренда. И, в принципе, мы можем здесь перейти как раз к следующему слайду. К примеру, да, когда, опять же, наш кейс, клиенты – это семья уже, двое супругов, в принципе, пенсионного уже возраста, но они продолжают работать, они являются учеными, много путешествуют по миру, поэтому стала необходимость оформить для себя ПМЖ. Они бы оформили также и своим детям, да, и внукам, если бы это можно было, но, к сожалению, дети должны быть финансово зависимы, поэтому могли только включить себя. И точно так же, когда мы получили одобрение, вот это уже было в 2020 году, они приехали сразу же на Мальту познакомиться с недвижимостью, здесь не было такого, да, отношения, что давайте лишь бы что взять, было все-таки интересно понять, что это за страна, поскольку они были здесь давно. И точно так же обратили внимание на комплекс SDA, это вот комплекс специального назначения, как раз-таки тот, о котором я сказала в прошлом кейсе, что сдача вот уже через несколько месяцев, то есть вот он сейчас просто буквально вот-вот на стадии строительства даже, наверное, уже готов. Почему они взяли для себя две квартиры, да, мы здесь видим для личного пользования и сдачи в аренду? Как мы знаем, с постоянным видом нажительства можно купить, приобрести только одну квартиру на Мальте, если это вот та самая обычная Мальта, да, без вот этих вот зон SDA. И эта квартира должна быть для собственного пользования, поскольку у них большая семья, и есть дети и внуки, и, да, они рассматривали квартиру, да, для себя действительно, но им этого было недостаточно, поскольку показалось интересным сдавать квартиру в аренду, также получать арендный доход. Поэтому на обычной Мальте мы ничего не можем выбрать, мы обращаемся к территориям специального назначения SDA, к этим комплексам, и там мы уже взяли, они выбрали две квартиры. Одна была для них, и мы это видим, вот можем посмотреть на следующем слайде, для личного пользования за 340 тысяч евро, и в этом же комплексе они выбрали самую дешевую квартиру для сдачи в аренду за 295 тысяч евро. Доходность от аренды составляет от 5,5 до 7%, 7% вполне абсолютно реальные цифры, да, в зависимости от того, кому вы сдаете. Что значит, в зависимости от того, кому вы сдаете? Просто цифра в 7%, она на самом деле очень и очень серьезная по мировым меркам, и как бы быть уверенным в такой цифре, как вы говорите, вполне реально, это заслуживает очень подробного комментария. Да, сейчас поясню. Можно сразу без проблем найти клиента, скажем так, такого же клиента, как и ты, который получил ПМЖ, получает ПМЖ или гражданство, да, и которому надо арендовать недвижимость, то есть условно, например, за 12 тысяч евро в год. Такого клиента найти, пока вот есть эти программы, да, очень просто, поскольку всем нужно арендовать квартиру. Если мы находим не, скажем так, там, паспортного, да, клиента или тот, кто получает вид на жительство, а, там, например, того, кто реально сюда приезжает жить и будет пользоваться квартирой, то аренда может быть выше, поскольку если... Говорят, что базовая цена, ну, тут минимум, это, знаете, за эти деньги на Мальте ничего, ну, такого более-менее стоящего не снять, то есть, ну, не трущобы, конечно, но все равно. Ну, да, поэтому те, кто арендует не глядя, то есть, да, можно таким же, скажем так, соратникам по программам сдать в аренду, либо тем, кто приезжает сюда работать, ну, и так далее. Поэтому, да, вот что касается расходов, то они также здесь составляют 5% налог и 1,5% услуги нотариуса, в сумме 6,5%, и, да, мы видим здесь расходы и по первой, и по второй квартире. По первой квартире она сдается сейчас в аренду, и тоже мы предоставляем услуги по управлению недвижимостью, да, для этого не нужно что-либо отслеживать или находиться на Мальте, никаких проблем с этим нет, вторая квартира для личного пользования, куда он будет приезжать изредка, но со своей семьей, и прирост стоимости от 8 до 10%, об этом тоже позже расскажет Олег, это... Ну, да, это тоже требует, потому что, знаете, цифра 7% как доход от аренды уже сможет смутить, а 8... Это, поверьте, это средний доход абсолютно. А, прошу, это бывает и 8, и 10? Ну, прошу, давайте так, это... 8 бывает, 8 бывает, 10, наверное, уже нет. Но статистика говорит, кстати, вот у нас потом будет финальный слайд, где мы сравниваем различные страны, да, что, да, может достигать, ну, конечно же, там, вот 8, наверное, это такая... Верхняя разумная граница? Верхняя разумная граница, да. Окей, давайте тогда все-таки то, о чем мы с вами говорили, раз уж мы несколько раз упомянули комплексы SDA, все-таки несколько слов о них скажем и сравним. Вы, Виктория или Олег, кто чуть подробнее расскажет и прокомментирует аренд слайд? Ну, об этом расскажу, наверное, я. Давайте я... Одни пару моментов, которые я хотел бы добавить, наверное, к ведущему сказанному, это о том, что есть очень большое различие в плане роста цены, конкретно SDA и все остальное недвижимости на Мальте. И, как правило, мы наблюдаем, что рост как раз-то вот этих зон SDA, потому что они очень сильно лимитированы, и потому что они очень сильно выигрывают в качестве и комфорте и уровня жизни в них, как правило, вот они как раз очень стремительно ведут вверх, и они без какого-либо сомнения, либо стеснительства растут очень-очень хорошо и дорожают с временем, особенно как только они сдаются в эксплуатацию. Того момента, когда, допустим, квартира еще строится, и после того, как она уже полностью готова, спрос на них есть очень-очень большой, как и при покупке, так и при аренде. В том же самом моменте очень-очень важно заметить, что именно такими комплексами очень большой спрос на них есть не только от людей, которые покупают гражданство, либо другие программы, а именно спрос топ-менеджмента, который находится на Мальте, который работает на очень большое количество стран, на другие компании и так далее. То есть вот именно вот зоны SDA – это такой безпроигрышный вариант, потому что на него спрос есть, и спрос на него есть только за счет того, что другие квартиры, как правило, на порядок хуже. Хуже не в том, что их построили хуже или что-то так, но сама концепция самой Мальты, для людей, которые здесь не были, чтобы так примерно понять, в принципе, это английская вариация строительства. То есть у нас есть фасадная стена и просто квартиры. То есть у нас нет ни прилежащих парков, как таковых, у нас нет ни каких-то там бассейнов и всего остального. Только в частном пользовании, если у тебя есть частный дом, частная вилла или пентхаус, и ты поставил себе джакузи наверху. Касаемо SDA, как правило, в них есть и спортзал, в них есть и бассейн, в них также есть какая-то прилегающая территория, как сад, парк или еще что-то, где можно, а эта территория всегда закрыта, очень часто в ней есть охрана, иногда бывает, что у них есть консьерж службы и так далее. То есть это уже абсолютно другой уровень жизни, скажем так. Окей, но давайте тогда вот об этом расскажем. Вот это, как я понимаю, расходы. И, например, то, что я сразу увидел, пока наши зрители таблицу изучают, я вижу, что расходы на содержание, например, в три раза выше. Да, ну да, здесь, в принципе, давайте вот мы здесь сравним конкретно, вот, скажем так, обычную структурированную жилплощадь на Мальце и проекты SDA, да. Если мы смотрим при покупке, при совершении вот именно купли-продажи, в зонах SDA не требуется никакого-либо получения дополнительных документов, не важно, гражданин его Европейского Союза, либо какой-либо другой страны. В принципе, программа вот именно SDA государства для этого и создавала, чтобы люди могли покупать без каких-либо сложностей. Так как Виктория уже помянула ранее о том, что просто человек не с Европейского Союза имеет право купить только одну квартиру на Мальце. Но в зонах SDA такого ограничения нет. Можете купить две, пять, десять, можно весь комплекс купить. Кому что ближе и кому что хочется. Что еще очень интересно, то, что не обязательно покупать только в одном комплексе SDA, можно, допустим, посмотреть их все и выбрать, что больше подходит, и инвестировать определенную сумму в разные комплексы. Ну, вернемся к таблице. Значит, сама купля-продажа, сам процесс с того момента, как мы подписали первый документ у нотариуса, в зоне SDA занимает где-то два месяца максимум до трех, когда обычное приобретение квартиры занимает именно где-то от четырех до шести месяцев. И самое-самое долгое, почему такая большая разница, это именно вот получение разрешения IEP. Это acquisition for a mobile property. То есть это разрешение государства о том, что оно вам дает свое согласие о том, что вы приобрели недвижимость на Мальце. Простите, а как это разрешение получается? И вот не всем разрешают, даже если там люди подают документы, как это происходит? Я могу привести к примеру, во-первых, все это происходит через нотариуса. То есть нотариус является именно вашим представителем государства, которое подает все документы, которые необходимы. И там они рассматривают весь процесс, смотрят, что за человек, смотрят какую-то базовую, в принципе, информацию. Скажем так, критичные моменты, почему могли бы отказать вы именно в этом разрешении, это какое-то криминальное прошлое. Это вот такой вот будет самый такой, наверное, бесспорный момент, когда точно откажут. Могу сказать, что в моей практике на сегодняшний день не было такой ситуации, чтобы именно вот в этом IEP было отказано. То есть, ну так в целом, да? То есть, как правило, если нет никакого криминального такого серьезного прошлого, то разрешение не выдается. Дальше, если мы смотрим в целом, можно купить буронную квартиру, мы это уже обсудили, сдачу в аренду, значит, SDA. Вот по расходам, да, вопрос по расходам, он такой довольно непонятно, в чем разница. Да, здесь еще один момент, который я сейчас чуть-чуть добавлю. Вы SDA, мы имеем право и покупать и сдавать сразу квартиры без какого-либо ограничения, если это только не ваш конкретный адрес по программе, если вы идете. То есть, в обычных квартирах такого права нету, потому что вот это именно IEP разрешение, оно именно говорит о том, что вы покупаете недвижимость как свою резиденцию, да? То есть, это тоже очень важно подметить. Значит, по поводу обслуживания, да, вы, значит, смотрите, как правило, стандартные квартиры на Мальце, это примерно где-то дом от 10 до 24 квартир. Это вот такой стандарт, скажем так, в целом. И если мы смотрим по конкретным сборам, почему такая большая разница? Потому что в простом корпусе что у нас есть? У нас есть просто подъезд, у нас есть лифт, и у нас есть освещение и уборку, которые нужно проводить. За счет этого цены определенно у нас гораздо более привлекательны в плане обслуживания. То есть, это там начинается от 150-200 евро, и могут доходить где-то до 500-600 евро в зависимости от пожеланий жильцов. Но всегда на Мальце происходит следующим образом, когда человек покупает квартиру уже в существующем здании, либо какое-то новое здание строится, всегда собираются все жильцы, такой как кооператив, скажем так, да, такого-то такого образа, и каждый высказывает свое мнение, либо свои пожелания. После этого назначается компания, которая будет следить за всем этим подъездом, и ремонтировать, проверять, чтобы все соответствовало чистоте и порядку. Поэтому в простых зданиях гораздо меньше нужны инвестиций. Если мы смотрим конкретно комплексы SDA, там у нас, как правило, нужно, значит, у нас есть охрана, у нас есть видеонаблюдение, у нас есть парк, пролежащая территория, бассейн, спортзал, все это нужно убирать, всем этим нужно усовледить. За счет этого, конечно, цены растут очень сильно. Здесь главный спектр в зоне SDA, как вычисляются расходы на содержание, они, в принципе, самый главный такой спектр, это именно квадратура самой квартиры. То есть, как правило, они подсчитывают, сколько у вас квадратных метров, за счет этого выходит определенный ценал заслужения за год. В среднем, если мы смотрим, допустим, у квартиры в 120 квадратных метров, 150 квадратных метров, может обходиться за год обслуживания в примере где-то там 1500 до 2500 евро в год. В среднем где-то в таких цифрах. Окей. Но давайте тогда, может быть, чуть-чуть еще расширим ответ на вопрос по инвестиционной привлекательности мальтийской недвижимости. Если мы говорим о задаче, она может параллельно быть с задачей миграционной или может вообще с ней никак не пересекаться. Какие есть инвестиционные возможности? Вы сказали о Мальте довольно комплементарно. Объективно Мальта не воспринимается как место, где вот на чем-то сильно можно заработать, но возможно по незнанию, а возможно просто потому, что объекты довольно дорогие. Какие варианты вообще здесь возможны? Нет, в целом, определенно, Мальта это не самая дешевая страна, то есть это определенный факт. Но, тем не менее, как правило, с того, что мы наблюдаем, с того, что мы наблюдаем, это те люди, которые приезжают на Мальту, они, как правило, приезжают посмотреть, и когда они видят, когда мы с ними проводим, допустим, на пару дней, когда мы поездим по всей Мальту, посмотрим, как меняется полностью инфраструктура, развиваются дороги, открываются новые биодукты, строительство новых мостов. То есть страна очень-очень-очень, скажем так, наверстывает упущенное предыдущие года, потому что когда-то, ну, те люди, которые были на Мальте, видели, допустим, Мальту лет 10 назад, допустим, если кто-то из таких людей нас слушает, они видели, в каком состоянии находилась Мальта. Сегодня Мальта это абсолютно другая страна, и она продолжает развиваться в очень стремительных темпах, она привлекает очень серьезный финансовый поток в страну, то есть это развитие не только самонедвижимости, здесь не только вопрос не только самонедвижимости, здесь абсолютно каждая инфраструктура страны меняется. Новые больницы, новые госпитали, новые бизнес-центры, программы такого, как конференция Sigma, блокчейн, криптовалюты, онлайн-казино, гейминг и все остальное. То есть это полный спектр, полный пакет, который, так в целом, если посмотреть, что здесь очень важно понять, если, допустим, программа завтра не станет, то Мальту все равно комфортно. То есть мы не зависим только от какой-то одной структуры. Мы в целом смотрим о том, что страна очень сильно развивается. — Вы хотите сказать, что мальтийский рост цен и иммиграционная программа никак не связаны? Простите, пожалуйста. — Нет, они связаны определенно, но что очень важно, и чтобы государство очень грамотно все рассчитало, конкретно привлечение инвестиций происходит с большого спектра сторон. И понятное дело, что какой спектр, если он пострадает или что-либо с ним случится, то это каким-то образом повлияет. Но это не будет критично. Это не будет настолько критично, чтобы вы потеряли свои вложения, чтобы вы потеряли интерес к стране. — Окей, но перед тем, как все-таки ответить на мой вопрос, а какие вообще есть возможности для инвестирования, то, о чем я особенно спросил. Давайте, может быть, кто-то уже хочет напрямую связаться с компанией «Имигрант Минвест», поэтому я попрошу контакты компании, ну и мальтийского представительства опубликовать, а вы, Олег, все-таки отвечайте на проинвестиционные возможности. — Нет, конкретные инвестиционные возможности мы можем включить в слайд, да? — Вот что иметь. — Да, то есть помимо того, что мы уже обсудили, что еще очень интересно, как я говорил ранее, на Мальте очень ограничена возможность строительства конкретно в плане земли. То есть земли с каждым днем становится все меньше, где можно строить. Есть определенное законодательство, которое гласит, что какая-то часть Мальты должна остаться полностью зеленой, это 30% страны, то есть мы должны ее оставить полностью в определенном варианте. И самое интересное, что у нас получается, это раз — идти вверх, то есть инвестиции в воздух, как интересно это звучит. То есть у нас есть на сегодняшний день здание, у которого есть так называемый пентхаус. Есть возможность приобретения пентхауса, как правило, пентхаус продается всегда с возможностью приобретения воздуха над ним. За счет этого Мальта раз в 2-3 года, строительная организация, которая следит за строительством на Мальте, она пересматривает возможности высоты здания в каждой локации, в каждом регионе. И на протяжении уже 5 лет мы наблюдаем то, что в каждые 2 года у нас добавляют от 1 до 3 этажей. И теперь есть возможность приобретения этого пентхауса либо уже с разрешением на строительство, либо с возможностью потенциального получения его в скором будущем. Спрос продолжается, спрос является очень большим, то есть это такой довольно беспроигрышный вариант, если смотреть. Здесь конкретно мы смотрим на вариант того, что у нас есть пентхаус, который стоит 450 тысяч, который находится в центральной зоне, и есть возможность приобрести также воздух над ним за 50 тысяч, ну, может доходить до 70 тысяч в среднем, если смотреть. И плюс, естественно, у нас есть материалы и самостроительные работы, но за счет всего этого, если мы строим еще один пентхаус сверху, нижний вариант становится квартирой. Эту квартиру можно либо сдавать в аренду, либо можно ее перепродать, и полностью та квартира, которая построила сверху, у вас получается на 50% прибыли по рыночной цене. Также... Материя, вы сейчас показываете какой-то конкретный проект, или это просто некая теория? Нет, то, что вот предоставлено именно конкретный проект, который у нас существует. У нас их несколько, но здесь вот такой самый наглядный пример ко всему этому. И также именно вот те здания, которые были построены после Второй мировой войны, которые на сегодняшний день находятся не в самом лучшем состоянии, которые мы имеем право по законодательству полностью сносить. И вот, допустим, тоже конкретный пример, конкретный вариант инвестиций, но это уже очень серьезные инвестиции, в строительство, в район локейшн, то есть у нас самая хорошая точка на карте, и самая центральная. Здесь у нас стоимость земли составляет 22 миллиона евро. Есть уже разрешение на строительство 8 этажей. Это будет такой, можно построить целый комплекс, к примеру. Это будет, на первом этаже будет ресторан и кафе. Потом пару этажей можно занять, как бизнес-центр, офисы и так далее. И потом сверху можно добавить это все резиденцией. Либо сделать полностью бизнес-центр по необходимости клиента. Это возможно менять. Олег, вы говорите о довольно серьезном уже бизнес-плане. Здесь как-то надо, ну, то есть как бы одно дело, все-таки там ты надстраиваешь, да, и ты в любом случае что-то получаешь. А земля под строительство – это уже все-таки такое решение не просто для инвесторов. Я сейчас говорю не только о сумме, хотя и она уже совсем велика. Но здесь уже просто стратегическая история такая. Уже с Мальтой надо связать больше, чем жизнь. Не обязательно. А есть большое количество людей, которые приезжают, изучают. И, понятное дело, у них, ну, те люди, которые готовы вкладываться в такие проекты, как правило, это их не первые, их не проекты, которые они делали в своей жизни. За счет этого люди, как правило, когда приезжают, видят потенциал страны, изучают, делают свои какие-то кальпуляции, вкладываются. У нас есть большое количество примеров, когда приезжают люди за границей, открывают здесь компанию и конкретно занимаются большим проектом инвестиционным, его полностью устроят, потом его либо перепродают, либо дают в аренду, и от этого получают конкретную прибыль. Окей. Ну, два примера более-менее понятных. Давайте теперь все-таки начнем, вернее, продолжим с тем, с чего начали. Вначале мы говорили просто о некий обзор рынка недвижимости, да, потому что вообще хочется понять, а какие объекты в Мальте есть и что почем, да, это такой ключевой вопрос, и Мальта, не будучи там топ-рынком с точки зрения знаний о нем, безусловно, заслуживает пристального внимания. Олег, давайте комментируйте тогда просто те примеры, которые вы приготовили, что это за объекты и, ну, условно говоря, что почем на Мальте. Начнем с самого простого варианта. Вынадо. 160, да. Ну, здесь, да, мы возвращаемся, скажем так, в basic такой. В целом у нас получается следующее, да, допустим, к примеру, привезти, мы можем приобрести на Мальте квартиру где-то в районе 80 квадратных метров, это вот конкретный пример, который есть, то есть 80 квадратных метров, цена у нас идет в 160 тысяч евро. квартира, в принципе, была построена в 80-х годах, то есть, скажем так, далеко не новый дом. В целом будет довольно такой простой вариант, но цена рефлективно отражается на том, что у нас есть. Это будет, можно найти и в центральной зоне, и также в северном регионе тоже примерно по той же самой цене. Северный регион выигрывает только за счет того, что там более зелено и за счет того, что у нас есть песочные пляжи. И если мы наблюдаем тенденцию, когда у нас, допустим, пару лет назад люди были заинтересованы только в центральном регионе, то на сегодняшний день большое количество людей предпочитает северный за счет того, что там попросторнее, посвободнее, более зелено и ближе к морю в плане песочных пляжей. Окей, давайте смотреть дальше. Ну, вот у вас написано доходность от аренды, но я чуть позже попрошу вас прокомментировать уже разом. 50 тысяч евро. Да, здесь мы смотрим уже на у нас северный регион. Абсолютно новая квартира была. Что здесь, к примеру, эта квартира, хочу подметить, на Мальте есть очень большой выбор недвижимости, которая находится в здании строительства, либо уже в законченном варианте, но без отделки, и довольно лимитировано само количество квартир, конкретно полностью готово под ключ. Это реальная ситуация в стране, потому что, как правило, люди уже скупают все до того, пока квартира будет закончена. Как правило, есть большое количество людей, которые занимаются моментом конкретно полностью завершения всей квартиры и уже предлагают ее на рынке, потому что рынок такого не может предложить в больших объемах. И это тоже очень привлекательно со стороны многих клиентов. И здесь, если мы смотрим, допустим, к примеру, этой квартиры, 350 тысяч, полностью закончена квартира под ключ, полностью со всем оборудованием, то есть вам нужно только подписать, получить ключи, можно заезжать абсолютно жить. Здесь у нас 125 квадратных метров, и квартира закончена уже с дизайнерским таким подходом довольно уютным. Она с мебелью продается? Да, 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 полностью с мебелью, полностью с тарелками, со всем. Вообще, насколько это типично для Мальты, когда, ну, понятно, что и объект с одной стороны не очень дешевый, но вообще продажа квартиры там совсем, то есть со всем оборудованием это... Да, ну вот, и помимо того, что это абсолютно новая квартира. Вот это очень привлекательно. Таких вариантов очень-очень мало, и есть некоторые определенные компании, которые именно занимаются таким аспектом, либо личные люди, которые приобретают недвижимость, которые понимают, что они могут... И сам проект, то, что они хотят полностью ее всю закончить, и продать гораздо быстрее, потому что человеку уже не нужно заниматься никакими вопросами по завершению самой квартиры. Ну, то есть, условно говоря, вот вариант под гражданство, если хочешь жить на Мальте, почему бы и нет? Да, абсолютно. Это именно оно. Абсолютно. Повышаем ставки. Да, здесь, значит, мы переходим уже на такой, скажем, более престижный комплекс, он не входит в зону SDA, но уже на порядок выше, чем простые квартиры. Здесь мы смотрим 11 этаж, тоже у нас северный регион, и мы наблюдаем саму квартиру 185 квадратных метров, а материалы, которые были использованы для завершения, они уже на порядок дороже, и за счет того, что у нас есть превосходный вид на, скажем так, на регион Samples Bay, так называемый, и превосходная возможность также приобрести яхту, поставить ее перед окном, и прямо запрыгивать и кататься по Средиземному морю. А вот интересно, все-таки, вот забавно, цена все-таки уже довольно существенная, и все равно это не издей, то есть вот здесь... Здесь выигрывает первая линия, то есть когда мы смотрим на вариацию того, что у нас первая линия на море, это довольно лимитированное пространство, как правило, потому что такой недвижимостью заинтересована очень сильно и мальтица, которые там с удовольствием живут, также это иностранные инвесторы, которые купили для себя, и рынок мне предлагает очень много вариантов такой недвижимости, за счет этого первая линия у нас всегда выигрывает в разы. Но смотрите, проекты издей, вот если мы говорим именно об издей, они же ну всегда в каких-то особых локациях, то есть они получают лакомые куски или не обязательно? Не обязательно, нет, не обязательно, это абсолютно, так скажем, это может быть очень по-разному, то есть это может быть как самый лакомый кусочек острова, так и проекты издей могут находиться вообще в центре самой страны, то есть не без какого-либо вида на море и так далее, но сам комплекс, он в себя включает гораздо больше, допустим, тот же самый парк, спортзал и так далее, а в этом комплексе такой опции нет. Окей, давайте совсем уже поговорим о совсем серьезных цифрах. Ну да, но здесь у нас, к примеру, идет превосходная вилла, которая находится в северном регионе, это, скажем так, город, который посвящен только виллам, самая такая топовая локация на Мальте, одна из самых топовых локаций, это точно, у нас дом на 485 квадратных метров, также прилагающие земли у нас 1600 квадратных метров, то есть это уже, мы говорим уже о конкретной вилле вместе с землей, что на Мальте является довольно большой редкостью и лимитировано очень-очень сильно, потому что, как правило, такие такой недвижимости единичные случаи. Здесь у нас полностью завершенный проект, с джакузи, с бассейнами, у нас два бассейна, у нас превосходный вид на море с каждого окна и с каждой спальни, и вот эта вилла подлагается на продажу, да, у нас уже за 6,5 миллионов. Есть, конечно, в промежутке у нас тоже есть превосходные опции, с чего выбрать, но вот этот конкретный вариант будет такой самый привлекательный. Вишенка на торте. Олег, давайте тогда вот о чем поговорим, собственно, и с вами, и с Викторией. Все-таки покупка недвижимости, если не с целью иммиграции, или, вернее, если иммиграция не является единственной целью, мы все равно говорим о некой доходности. Вы называли разные цифры, Виктория приводила цифру 6, 7 и даже до 8. Здесь цифры там 4, 5, 3, вот за такой базовый вариант, который мы видели. Вообще, Мальта и доходность. Могу ошибаться, но, по-моему, в 2017 году Мальта заняла первое место по динамике роста цен на недвижимость. Динамик роста – это, конечно, очень замечательная история, но к ней я всегда отношусь с известным скепсисом, понимая, что постоянная динамика свидетельствует, такая высокая, постоянные двузначные показатели в процентах свидетельствуют о не совсем нормальном состоянии рынка и долго так продолжаться не может. Но анализировать эту историю все равно как-то надо, тем более, если цены растут, и вы говорите, что, в общем, эта тенденция продолжается, не задуматься о ней, по крайней мере, будет ошибкой. Поэтому давайте немножечко об этом. Да, полностью с вами согласен. Здесь, смотрите, что очень важно подметить, то, что в 2017 году у нас была такая ситуация, что Мальта не могла предложить то количество квартир, которое было необходимо. И за счет этого спрос достигал именно таких показателей. На сегодняшний день вариация квартир ее больше, но земли становится гораздо меньше. То есть сейчас мы входим уже не в такие, может быть, быстрые скачки цен, как это было ранее, но, тем не менее, за счет того, что остров так лимитирован, а спрос продолжает расти, и за счет этого мы приходим к тому, что конкретно самой недвижимости мы не можем застроить только сколько мы хотим. У нас в любом случае есть вот эта топовая сторона. И как только мы ее достигнем, когда уже мы придем к тому, что мы уже не сможем ничего нового строить, мы, конечно, можем вернуться к каким-то вторым проектам и начать их сносить, что, скорее всего, произойдет в стране, но это там когда-нибудь в будущем, да, в целом, если смотреть. Ну, а тем не менее, сама недвижимость пользуется очень большим спросом. Это не только те люди, которые покупают недвижимость, чтобы она тут только по программам ушла, это спектр, это целый спектр. Те люди, которые здесь живут и работают, те люди, которые сюда приезжают, те люди, которым просто нравится Мальта, чтобы проводить здесь время летом, либо зимой, ему больше как нравится. Допустим, англичане очень любят покупать недвижимость на Мальте для того, чтобы проводить здесь зиму. Именно так, потому что им в Англии слишком холодно. Ну, да, если смотреть, в общем, допустим, того же самого покупателя, то есть у нас, допустим, Китай, на сегодняшний день инвесторы из Китая находятся на первом месте. И что очень интересно заметить, допустим, инвесторы из Китая, они, как правило, здесь не живут. То есть это именно те люди, которые инвестируют в недвижимость, инвестируют в проекты, отдают нам под управление и полностью идут по программам. Прости, инвестируют, но при этом в гражданство-то не играют, что называется? По-разному, по-разному. То есть есть люди, которые идут по программе, плюс инвестируют, есть люди, которые просто инвестируют и не идут под никаким программам. Такие люди тоже есть. Окей, ну давайте тогда вот к этому слайду обратимся. Здесь вы привели, ну, я, насколько понимаю, вы с этими странами, во-первых, работаете, да, с Австрией, с Португалией. Я хочу еще подметить по поводу процентов, потому что я не ответил на ваш вопрос полно, сейчас конкретно касая процентов, вот именно процентной ставки, да. То есть если мы говорим про проект SDA, то у нас процентная ставка конкретно вот под тем цифрам, 8-10 процентов, она очень даже, очень даже реальна. Что касаемо простой недвижимости, где мы смотрим 3-4 процента, да, прибыль у нас идет по, или рост, то здесь, понятное дело, что сами квартиры, они более бюджетные, но и сам клиент будет более бюджетный, да, то есть мы смотрим уже на такие варианты. То есть, как правило, цена, цена, качество очень сильно, очень сильно зависит от показателей роста. То есть, если мы смотрим на цифры, мы смотрим цифры в глобальной, да, в системе по всему острову, но, как правило, инвесторы не смотрят весь остров. И, как правило, инвесторы смотрят именно вот северный регион, центральный регион, некоторым людям нравится южный регион. Южный регион очень сильно развивается, у него очень большой потенциал, но в топ-приоритете у нас идет центральный и северный на сегодняшний день, если так, в общем, смотреть. Окей, ну давайте несколько слов буквально об этой таблице. Здесь она, ну, понятно, что Париж и Вена, они дороже, и Валет, и Лиссан, Сабона, но вот доход от аренды 6-7 процентов, всегда я к таким цифрам тоже, еще раз повторюсь, отношусь с известной долей сомнений в том смысле, что это пример успешный все-таки вариант. Да, но как правило, как правило, когда мы советуем, и когда мы встречаемся с нашими клиентами, мы не показываем все, и нет смысла показывать абсолютно все. Нужно показывать именно самые успешные проекты, самые заинтересованные проекты, на которые будет спрос в любой ситуации, потому что мы никогда не знаем, какая следующая ситуация у нас может встретить через 5-10 лет, да, то есть если мы больше смотрим это все, то есть за счет этого, и у нас прекрасные примеры, но опять же тот же самый прекрасный пример того, что, несмотря на то, что случилось у нас, затронуло нас всех в последнее время, Мальта опять же очень успешно со всего этого выходит. Если посмотреть кризис 2008 года, который затронул абсолютно всех, да, Мальта тоже вышла с него очень и очень с маленькими потерями, буквально не почувствовал даже ситуацию, да, то есть если проанализировать всю ситуацию, Мальта очень-очень такая маленькая, где-то затронула в Среднеземном море, но у нее все грамотно. Окей. Смотрите, ну у нас есть еще, во-первых, вот эта изумительная картинка для тех, кто хочет приехать и просто кайфануть, да, как я понимаю, это просто такой набор. Ну, правда, рестораны, может быть, сейчас еще все равно не работают. Нет, у нас рестораны открылись с пятницы, да, хорошие новости. В рестораны открылись с пятницы. Единственное, что у нас есть, что у нас есть, опять же, ограничения в плане количества людей, которые могут находиться внутри, то есть, понятное дело, что половина столов была убрана, если даже не больше, но тем не менее мы на Мальте уже возвращаемся к тому, что мы можем выпить стакан вина и поесть хорошую пищу уже в ресторане. Да, уже в ресторане, стаканами на дом не выпьешь. То есть можно, конечно, но многим уже надоело. Ну, и тогда, друзья, в завершении я бы вот все-таки тогда такой вопрос хотел задать. Два вопроса на самом деле, подытоживая то, о чем мы с вами говорили в последний час. Все-таки вот недвижимость Мальты – это некий самостоятельный продукт, по вашим все-таки ощущениям, или все-таки чаще разумнее ее рассматривать с ВНЖ, с ПМЖ, и если рассматривать ее как неизменный атрибут, необходимый атрибут для получения гражданства или ПМЖ, с чего все-таки нужно начинать? Сначала недвижимость, потом вся процедура, или давайте сначала начнем процедуру, а потом мы уже там с недвижимостью разберемся, как бы вы порекомендовали действовать? Давайте я начну ответить на ваш вопрос. Я думаю, что все-таки рынок недвижимости – это самостоятельный, не связанный с программами. Безусловно, мы не можем отрицать тот факт, что когда эти программы вступили в действие, то, соответственно, и в принципе все на Мальте расцвело, произошел некий рост в развитии, и это постоянно публикуют отчеты агентства по гражданству и так далее, куда они тратят все эти инвестиции, которые сейчас вливаются благодаря этим программам. То есть мы не можем этого отрицать, что эти программы, они стали триггером для развития в различных сферах на Мальте. И, в принципе, пока не планируют закрываться. Вот. И что касается, там, вот вы задавали вопрос, там, доходности, да, и так далее, действительно ли это так? Опять же, показатели мы берем статистические, да, вот которые там на последнем слайде, и это так и есть, то есть мы сравнивали, да, с другими странами. И, опять же, на практике даже, там, если это, ну, где-то рост ниже, там, да, либо не очень популярные регионы, мы просто, ну, нашим клиентам это неинтересно. То есть мы всегда стараемся показать именно то, где происходят основное, те регионы, которые в основном развиваются. Потому что, конечно, есть, получается, вот, как бы, нижнее, да, побережье, южное, да, есть соседний остров Гоза, но мы не можем отрицать тот факт, что это пока не развитые регионы, да, и, в общем-то, они мало кому интересны. Поэтому, конечно, мы смотрим на то, с чего Мальта начала разбиваться сейчас, вот центральные, северные, там, южные регионы. Олег, как прокомментируете? Я хочу добавить... Нет, еще, что касается программ, да, я не дополнила. Если все-таки задача стоит участие в программе, то логично, конечно же, сначала, ну, подать документы, да, получить одобрение, потому что без одобрения нет смысла выполнять все остальное. Поэтому нет такого, что вот давайте мы сейчас, там, начнем какую-то историю, а потом уже будет видно. Нет, конечно же, мы сначала с вами получим одобрение, а потом уже будем решать все вопросы. Алик, мастер, я хочу сказать о том, что то, что мы говорим последний час или чуть-чуть больше даже, и то, что я говорю, это помимо всех цифр, которые мы можем ознакомиться во всех сайтах, статьях и во всей статистике, я нахожусь на Мальте уже на протяжении 10 лет, и я сталкиваюсь с недвижимостью. Я помню Мальту 10 лет назад, 5 лет назад и сегодня, и я сталкиваюсь с недвижимостью каждый день. То есть то, что я говорю, это помимо всех официальных цифр, это то, что я вижу каждый день, за что я могу полностью, как говорится, ручаться и вижу, я разговариваю каждый день со строительными компаниями, я каждый день общаюсь с инвесторами, наблюдаем рынок, поэтому стабильность самой страны, она очень интересная, и это нужно действительно увидеть. То есть то, что разговоры-то всегда хорошо, но когда люди приезжают и видят вживую, это абсолютно другая история. И факты говорят сами за себя, то есть конкретно варианты. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, это определенно независимая структура, то есть несмотря на то, что программа всегда интересная, программа, мальтийская программа очень привлекательная, но недвижимость можно вкладываться и без нее, можно идти вместе по одной тропинке. Ну что ж, ну и тогда в самом уже завершении наш последний слайд нашей презентации. Это контакты компании, на самом деле они есть в чате, поэтому, наверное, поскольку в интернете все сидим, проще из чата их будет скачать, но, по крайней мере, кадр показывает, что компания иммигрант инвест имеет офисы в России, на Мальте и на Кипре, то, о чем мы говорили в самом начале, да и на самом деле не только в этих странах, как Виктория и сказала. Поэтому Виктория Атанасова, руководитель офиса иммигрант инвест на Мальте, и Олег Яковлев, эксперт по мальтийской недвижимости иммигрант инвест. Надеюсь, друзья, вам было интересно, потому что, ну, для меня это в принципе интересно, потому что тематика моя профессиональная, о недвижимости Мальты я знал так. Слышал, но на Мальте никогда не бывало, в отличие от некоторых моих коллег. В командировке все время почему-то отправляют их, а меня на Мальту не зовут. Ну, ничего, думаю, эта ситуация исправлена. Виктория, ну, тогда несколько слов от вас уже в самом завершении по тому, как с вами можно начать взаимодействовать, как работать, и будем прощаться с нашими зрителями. Да, спасибо за сегодняшнюю возможность рассказать чуть больше о Мальте. Филипп, ну, в конце, да, еще раз хотела бы аргументировать, чтобы вы выбирали Мальту, и, конечно же, поскольку я представляю все-таки, да, иммигрант инвест, и могу ручаться за то, что программы являются одними из самых лучших, и они разные, они под разные цели. Есть вид на жительство, есть постоянный вид на жительство, есть гражданство, и, в принципе, количество заявителей достаточно большое. Если вы еще не выбрали для себя, да, ту или иную программу, тоже обращайтесь, и, там, либо московский офис, либо, там, мальтийский офис, любой проконсультирует, поможет подобрать. Ну, а сама страна является реально действительно очень привлекательной, потому что и я сама переехала сюда тоже несколько лет назад, и сама здесь живу, и могу сказать, что и такие критерии, как погода, климат, безопасность, экономика, все вместе, в принципе, складываются в достаточно благоприятную картинку. Окей. Олег, добавите что-то? Будем ждать вас в гости, и уже конкретно показать, рассказать уже вживую, когда будет абсолютно по-другому. Дорогие друзья, ну, от себя я тогда добавлю, что в течение ближайшего месяца, календарного, в июне, мы встретимся на наших вебинарах еще не один раз, и сейчас мы по этой ссылке вы увидите, где и на каких темах, какие темы мы в ближайшее время будем обсуждать. И с компанией Migrant Invest мы в самое ближайшее время встретимся минимум трижды. Думаю, что в конце, в начале следующей недели мы опубликуем список вебинаров именно касающихся и недвижимости, и эмиграции, но забегая вперед, говорить будем о Португалии, говорить будем отдельно об Австрии, в общем, очень интересные темы, и главное, что они сейчас весьма и весьма актуальны, потому что последние два месяца заставили многих из нас немножко по-другому посмотреть на все происходящее вокруг себя, и иммиграционные, инвестиционные вопросы стали во голову угла очень и очень многих. Ну что ж, Олег Якуль, Виктория Атанасова, компания Migrant Invest, Филипп Березин, портал Прианру, недвижимость за рубежом. Хорошего вам завершения мая, всем здоровья, и встретимся уже на вебинарах в июне, ну а на портале и по телефону Migrant Invest каждый день. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.